информационный блок покупай выгодно на яндекс маркет средства для ухода за волосами и средства по уходу за телом со скидкой 30 процентов по промокоду от канала или аксессуары для мобильных телефонов 3 по цене 2 еще больше выгодных и экономных покупок по ссылке в описании информационный блок кровь на мостовой вот любопытно сказала джойс ламприер не очень-то хочется рассказывать эту историю произошла она давно точнее пять лет назад и до сих пор меня преследует улыбаюсь безмятежно а в глубине души все еще таится ужас и странное дело в этюде который я тогда написала отразилось это состояние когда вы видите его в первый раз перед вами просто набросок крутой корнуольской улочки но если смотреть на него достаточно долго то появляется в нем что-то зловещее никогда не выставлю его на продажу и сама никогда не смотрю на него я держу его в мастерской подальше от глаз местечко называлась red hole это такая маленькая странная корнуольская рыбачья деревушка очень живописная даже может быть слишком живописная уж очень сильна в ней атмосфера патриархального корнуольского чайного дома там сохранились мастерские где коротко стриженные девушки в блузах пишут красками на пергаменте девизы мило отдает стариной но так неказистом знаю знаю сказал реймонд уэст и тяжело вздыхая по моему сущее бедствие для автомобилей туда ведут плохие и узкие дороги да и в самой то этой живописной деревушке ездить опасно джойс кивнула действительно дорога of red hole узкая крутая прямо как стенка дома но продолжаем я приехала в корнуолл на две недели порисовать в red hole есть старая гостиница пол харвист армс считается что это единственный дом уцелевший после обстрела испанцами в 1500 каком-то году не было обстрела сказал реймонд уэст хмуря брови будьте поаккуратнее с историческими событиями джойс неужели во всяком случае они установили пушки где-то на побережье и стреляли и дома рухнули впрочем дело не в этом гостиница замечательное старинное здание с портиком на четырех колоннах я выбрала подходящее место и уже принялась было за работу как показалось машина медленно петляя по холму она спускалась вниз и конечно же она обязательно должна была остановиться у гостиницы где мне ее больше всего не доставало вышли двое мужчина и женщина я их как следует не рассмотрела на ней были льняное розовато-лиловое платье и такая же шляпа мужчина вскоре возвратился и к моему великому удовольствию отогнал машину на набережную он прошел мимо меня обратно к гостинице в это время еще одна противная машина петля я спустилась с холма в ней была женщина в ярчайшем ситцевом платье я такого никогда не видела все такими алыми цветами а на голове огромное соломенная шляпа кубинская что ли это же яркая алого цвета женщина не остановилась перед гостиницей а проехала по улице немного дальше когда она вышла из машины мужчина удивленно воскликнул кэрол скажите на милость надо же встретиться в такой дали столько лет не виделись да я здесь с марджери это моя жена ты должна с ней познакомиться они пошли бок о бок по направлению к гостинице я увидела как другая женщина вышла из дверей и пошла им навстречу я успела мельком взглянуть на женщину по имени кэрол когда они проходили мимо на пудренный добила подбородок и ярко накрашенные губы я подумала просто подумала так ли уж марджери будет рада этому знакомству я не видела марджери вблизи но издали она производила впечатление чопорной и не слишком модной женщины разумеется это не мое дело но знаете иногда встречаешься со странными вещами и потом невозможно удержаться чтобы не порассуждать об этом они остановились недалеко от меня и я невольно слышала кое-что из их разговоров мужчина оказалось его зовут дэнис предлагал взять лодку и прогуляться вдоль побережья по его словам в миле отсюда находилась известная пещера которую стоило осмотреть кэрол тоже хотела осмотреть пещеру но она предлагала отправиться туда пешком через скалы она сказала что терпеть не может лодок в конце концов они остановились на том что кэрол пойдет берегом по тропинке через скалы а дэнис и марджери возьмут лодку и прогуляются в круговую разговор о купании и у меня вызвал желание освежиться утро выдалось на редкость жаркое работа у меня шла неважно к тому же я решила что полуденное солнце будет более эффектно так что я собралась и отправилась на небольшой пляж который облюбовала в противоположном от пещеры направлении превосходно выкупалась позавтракала консервированным языком и двумя помидорами и к полудню возвратилась полная сил чтобы продолжить работу казалось весь red hole speed я не ошиблась полуденное солнце сделала предметы более выразительными полхарвист армс была центром моего этюда косые солнечные лучи освещали площадку перед гостиницей создавая весьма любопытный эффект я поняла что купальщики благополучно возвратились потому что два купальных костюма один алого а другой синего цвета сушились на балконе у меня не удавался эскиз на мгновение я наклонилась кое-что подправить когда я снова подняла голову то увидела как из-под земли появившегося человека он стоял прислонясь к одной из колонн гостиницы он был одет по-морскому и я решила рыбак у него была большая темная борода если бы мне потребовался натурщик для свирепого испанского шкипера то лучшего не представить я принялась работать в лихорадочной спешке пока он не двинулся с места хотя судя по его виду он готов был подпирать колонну вплоть до скончания века когда он все же отошел от колонны я к счастью уже запечатлела то что хотела он подошел ко мне и заговорил о что он мне наговорил red hole сказал он был весьма замечательным местом мне это уже было известно но скажи я ему об этом меня бы это не спасло он поведал историю обстрела я хочу сказать разрушение деревни сообщил о том что хозяин полх гарвист армс был убит последним заколот шпагой офицера испанца на пороге собственного дома и о том как кровь его брызнула на плиты мостовой и никто в не столетий не смог смыть этих кровяных пятен рассказ очень соответствовал тяжелый навевающий дремоту атмосфере дня голос у него был вкратчивый тем не менее в рассказе содержался какой-то пугающий подтекст манеры заискивающие хотя в то же время угадывалось что он был жесток он заставил меня отчетливо представить все ужасы инквизиции и жестокости совершенных испанцами он рассказывал а я продолжала писать как вдруг поняла что увлеченная его рассказом я изобразила то чего не было на белой плите тротуара перед входом в гостиницу в ярких лучах солнца у меня отчетливо выделялись пятна крови казалось невероятным что голова могла сыграть такую шутку с руками но когда я взглянула еще раз на площадку перед гостиницей то поразилась еще больше моя рука просто написала то что увидели глаза капли крови на белой плите тротуара с минуту мой взгляд был прикован к этому месту потом я закрыла глаза и сказала себе не будь же такой глупый не может там быть никакой крови но когда я снова открыла глаза пятна крови никуда не исчезли мне стало не по себе и я прервала поток красноречия рыбака послушайте сказала я у меня не очень хорошее зрение это что там на плащанице пятна крови он посмотрел на меня снисходительно добродушно в наши дни леди уже нет никаких пятен то о чем я вам рассказал было почти пятьсот лет назад конечно конечно сказала я но сейчас на плащанице замолчала я поняла я осознала что он не видит того что вижу я я поднялась и трясущимися руками стала собирать свои вещи пока я занималась этим в дверях гостиницы появился молодой мужчина приехавший утром на машине он растерянно смотрел по сторонам на балкон вышла его жена и сняла купальные костюмы он направился было к машине но вдруг повернул назад и перейдя улицу обратился к рыбаку скажи дружище ты не видел вернулась ли леди что приехала на второй машине дама в платье с цветами нет сэр не видел а вот утром она пошла через скалы к пещере знаю знаю мы вместе там купались а потом она пошла пешком назад и и с тех пор я ее не видел не может же она так долго возвращаться скалы здесь не опасны это сэр зависит от того где идти лучше всего взять человека знающего эти места он явно имел ввиду себя и принялся было развивать эту тему но молодой человек бесцеремонно оборвал его и помчался к гостинице марджери крикнул он жене на балконе кэрол еще не вернулась странно правда я не слышал ответ марджери а ее муж продолжал но мы не можем больше ждать нам надо поскорее попасть в пенритер ты готова я сейчас подгоню машину он подогнал машину и они уехали а мне не давала покоя мысль действительно ли я видела кровь или это была игра моего воображения и как только они уехали я подошла к гостинице и тщательно осмотрела тротуар конечно никаких пятен крови не было никаких все это было плодом моей возбужденной фантазии хотя почему-то мне все это показалось еще более странным и тут я услышала голос рыбака леди вы действительно видели здесь кровь спросил он с любопытством глядя на меня я кивнула очень странно очень странно у нас здесь существует поверье леди если кто-нибудь увидит здесь кровь он остановился и что тогда спросила я говорят продолжал он своим вкратчивым голосом с корнольскими интонациями но свободно и хорошо владея речью без местного акцента и корнольских оборотов говорят что если кто-нибудь увидит здесь кровь то в течение суток произойдет убийство кто-то умрет какой ужас я почувствовала как по спине у меня побежали мурашки он продолжал объяснение в церкви леди есть интересная доска о смерти спасибо довольно решительно сказала я резко повернулась и пошла по улице к коттеджу где снимала комнату не успела я дойти как увидела что вдали по тропинке через скалы идет женщина Кэрол она торопилась на фоне серых камней она казалась каким-то ядовито красным цветком ее шляпа была цвета крови я одернула себя что это такое? повсюду мне мерещится кровь затем я услышала шум ее машины интересно подумала я она тоже направляется в Пенритар но она поехала налево в противоположном направлении я видела как машина взбиралась по холму и исчезла почему-то я с облегчением вздохнула и Рэд Холл казалось снова погрузился в крепкий сон если это все сказал Рэймонд Уэст когда Джойс остановилась то я сразу скажу свое мнение это объясняется несварением желудка пятна перед глазами после приема пищи нет не все сказала Джойс послушайте продолжение через два дня я прочитала в газете заметку под заголовком трагедия на берегу моря в ней говорилось что миссис Дейкер жена капитана Денниса Дейкера утонула во время купания неподалеку от бухты Лендер они с мужем проживали там в гостинице они собрались идти купаться но тут поднялся холодный ветер капитан Дейкер заявил что для купания слишком свежо и отправился с несколькими постояльцами играть в гольф неподалеку однако миссис Дейкер сказала что ей не холодно и пошла в бухточку одна так как она долго не возвращалась муж забеспокоился и отправился с приятелями на пляж они нашли ее одежду у камня но не обнаружили никаких следов несчастной леди спустя почти неделю было обнаружено ее тело ее выбросило на берег на некотором расстоянии от места происшествия на голове была глубокая рана полученная ею до наступления смерти по официальной версии она нырнула и стукнулась головой о камень насколько я могу судить смерть ее наступила как раз через сутки после того как я увидела кровь на плащанице я протестую сказал сэр Генри это не загадочный случай а сплошная мистика мисс Ламприер очевидно медиум мистер Петрик как всегда сначала кашлянул одна вещь меня как-то настораживает сказал он это рана на голове я полагаю не следует искать возможности неблаговидного поступка но я вижу у нас нет данных на которые можно было бы опереться галлюцинация или видение мисс Ламприер несомненно явление интересное но мне не совсем ясно на чем по ее мнению мы будем строить рассуждение несварение желудка и совпадение сказал Реймонд так или иначе а ведь даже неизвестно с теми ли людьми это связано к тому же это проклятие или как его там наверное относится только к местным жителям у меня ощущение что морской волк имеет отношение к этой истории сказал сэр Генри но я согласен с мистером Петриком что мисс Ламприер дала нам очень мало деталей Джойс повернулась к доктору Пендеру который кивнув ей с улыбкой сказал рассказ очень интересный но я присоединяюсь к сэру Генри и мистеру Петрику данных чтобы сделать какие-то выводы слишком мало тогда Джойс с надеждой посмотрела на мисс Марпл и та в ответ улыбнулась ей я тоже дорогая Джойс считаю что вы не совсем правы сказала она конечно я это другое дело я имею ввиду то что мы женщины больше внимания обращаем на одежду и поэтому я считаю что не совсем честно предлагать решение этой проблемы мужчинам а все дело я думаю в быстром переодевании ах какая мерзкая женщина и еще более мерзок мужчина Джойс с удивлением посмотрела на мисс Марпл тетушка Джейн простите мисс Марпл поправилась она мне кажется я даже уверена что вы все знаете конечно милая сказала мисс Марпл мне сидя здесь в спокойной обстановке гораздо легче чем было тогда тебе разобраться во всем а будучи художником ты еще и очень впечатлительно ведь верно сидя в этой комнате с вязанием в руках имеешь дело только с фактами кровь на плащанице попала с купального костюма висевшего на балконе а поскольку он был красного цвета то преступники и не заметили что он был в крови бедняжка ведь она была так молода простите мисс Марпл прервал ее сэр Генри знаете ли я в недоумении мисс Ламприер по всей видимости понятен предмет разговора но мы мужчины пока что в абсолютном неведении теперь я расскажу вам конец истории сказала Джойс это было год спустя я была в небольшом курортном городке на восточном побережье и писала этюды и вдруг чувствую что такое уже происходило на моих глазах раньше мужчина и женщина на тротуаре передо мной встречают женщину в ситцевом ярко-красном или даже пунцовом платье Кэрол скажите на милость надо же встретиться через столько лет ты не знакома с моей женой Джоан это моя старинная приятельница мисс Хардинг мужчину я сразу же узнала это был тот самый Денис которого я видела в Райотхоуле жена была другая то есть вместо Марджери Джоан но женщина такого же типа молодая тоже скромно одетая причем непримечательная мне показалось что я схожу с ума они заговорили о купании я скажу вам что я сделала я отправилась примехонько в полицейский участок я опасалась что меня примут за сумасшедшую но мне было не до того к счастью все обошлось благополучно там уже был человек из Коттенд Ярда он приехал как раз по этому делу ох да чего же неприятно рассказывать об этом оказывается Денис Дейкер уже был на подозрении у полиции Денис Дейкер было одним из его вымышленных имен он пользовался разными именами в зависимости от обстоятельств знакомился с тихими скромными девушками у которых почти не было родственников или друзей женился на них страховал их жизнь на большие суммы а потом ах какой ужас женщина по имени Кэрол была его настоящей женой они всегда действовали по одному и тому же плану благодаря этому полиция и вышла на него страховые компании заподозрили неладное он обычно приезжал в какое-нибудь тихое местечко со своей новой женой потом появлялась вторая женщина и они вместе отправлялись купаться потом жену убивали Кэрол надевала ее платье и возвращалась в нем в лодке потом они уезжали куда-нибудь из этого места не забыв поспрашивать не возвращалась ли Кэрол как только они выезжали из деревни Кэрол снова быстро переодевалась в свое таковоприметное огненно-красное цветастое платье наносила свой яркий грим возвращалась пешком обратно и уезжала на автомобиле они знали направление течения и соответственно выбирали место мнимой гибели намеченной жертвы потом Кэрол отправлялась на пустынный пляж оставляла одежду убитой у какого-нибудь камня уходила в своем цветастом ситцевом платье и спокойно дожидалась пока муж присоединиться к ней я думаю когда они убивали кровь попала на купальный костюм Кэрол а поскольку он был красный они ее как говорит мисс Марпл не заметили ну а когда купальник развесили на балконе кровь и накапала ух она содрогнулась до сих пор у меня это перед глазами совершенно верно сказал сэр Генри теперь я припоминаю настоящее имя преступника было Деннис он просто забыл что одной из его вымышленных фамилий была Дейкер это была очень ловкая пара мне всегда казалось невероятным что никто не замечает подмены человека но думаю что мисс Марпл права одежда запоминается легче чем лица и преступники пользовались этим настолько тонко что хотя мы и подозревали Денниса уличить его было нелегко тетушка Джейн как это так вам удается спросил Реймонд глядя на мисс Марпл я все больше и больше убеждаюсь что на свете всюду происходит одно и то же сказал мисс Марпл была знаете ли такая миссис Грин так она похоронила пятерых детей и все они были застрахованы так что естественно возникают подозрения она покачала головой и в деревенской жизни так много зла надеюсь вам мои дорогие молодые люди не придется узнать как много зла в этом мире информационный блок покупай выгодно на Яндекс Маркет средства для ухода за волосами и средства по уходу за телом со скидкой 30% по промокоду от канала или аксессуары для мобильных телефонов 3 по цене 2 еще больше выгодных и экономных покупок по ссылке в описании информационный блок скидкой 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 пока столе ук букву